Более 70 представителей из прекрасного пола, депутаты, руководители СМИ, общественные деятели собрались сегодня в областной администрации на прием, приуроченный к Международному женскому дню. Губернатор Анатолий Боровко в неформальной обстановке поздравил их с предстоящим 8 марта. Подробности в материале Екатерины Караваевой. При одном только взгляде на нарядных и улыбающихся женщин, приглашенных на торжественный прием, приходит отчетливое ощущение грядущего праздника, весны и тепла. Сами виновницы торжества были прекрасны, как подаренные им розы. В этот раз в администрации региона решили обойтись без официоза. Бокалы с шампанским за милых дам мужчины поднимали стой посередине кабинета, а также не жалели душевных слов и пожеланий. Многие женщины, стоящие здесь, добиваются серьезнейших результатов в общественной жизни, в творческой жизни, в научной жизни. Причем раскрываются такие замечательные духовные, человеческие качества всех вас. Но при этом я точно знаю, что семья, дети, уют домашнего очага всегда остается у вас на первом месте. Действительно, у этих женщин жизнь бьет ключом. Сотрудницы областной администрации, депутаты, общественницы, руководители СМИ. На приеме у губернатора более 70 обаятельных и привлекательных представительниц прекрасного пола. По их собственному признанию, такие приемы дают огромный заряд бодрости и позитива. Очень приятно. Поздравления от первых лиц области услышать. Это, конечно, очень приятно. Предверие такого праздника. Прекрасную половину человечества называют еще слабым полом. С этим не согласна председатель регионального союза женщин Людмила Кондрахина. Ее мнение основывается на солидном опыте работы. К тому же Перу Людмилы Дмитриевны принадлежат научной работе по вопросам социального положения женщины в семье и обществе. В принципе, я вообще считаю, что женщина сама себя формирует. Конечно, ее формируют и обстоятельства, и бытие. Сознание женщины, в общем, ее быт и ее существование формирует. Но женщина может очень много, если захочет. Потому что я считаю, что у женщины неограниченные возможности. Особенно у женщины 21 века. К слову, прием, посвященный Международному женскому дню, проходит в Волгоградской области ежегодно. Однако, по признанию самих представительниц прекрасного пола, впервые мероприятие прошло в такой теплой и дружественной обстановке. Екатерина Караваева, Андрей Стомин, телекомпания Ахтуба.